Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания. Опубликованные в книге «Сокровище искусства. Картина знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотографиях. Перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа. Издательство 1904 года. Помпео Батонни. Римская школа кающейся Марии Магдалин. Среди картин Дрезденской галереи лишь немногие были с давних времен столь популярны, как Магдалина Кареджа, приобретенная в 1740 году из Мадены вместе с другими знаменитыми произведениями этого мастера. Новейшая критика лишила ее прежней слабой, признав копии Вандер Верфа, с неважной картиной одного из ее учеников Карачи. Но в последнее время принято предположение, что оригиналом для нее послужила картина Кареджа. Как великий парский художник имел сильное влияние на все искусство 18-го столетия, точно так же, как и его Магдалина была образцом для многих подобных картин эпохи Ракако. Кающаяся Мария Магдалина Помпео Батони, воспроизведенная в нашей гелиагравюре и хранящаяся также в Дрезденской галерее, одна из таких картин. Уже Магдалина Кареджа несколько сжиманна и, несмотря на то, что занята душеспасительным чтением, не чужда кокетство. Но еще более кокетливо грешница Батони, как бы старающаяся выказать красоту форм своего тела, скрытых под драпировкой. Она только позирует в виде кающейся грешницы и невольно приходит на мысль, что ее раскаяние неискреннее. Но, быть может, это именно и составляет привлекательность картины, которая приводит посетителей Дрезденской галереи в восторг едва ли не больше, чем Магдалина Кареджа. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотографиях. Баде Кнампа. Перевод и наполнение под редактой Александра Бенуа». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok